У нас будут три встречи, они объединены под общим названием «Европейская литература на иврите» в первой половине середины XIX века. Они будут посвящены разным вещам. Сегодня речь пойдёт о одном из первых литературных жанров просветительской литературы на иврите, об антихасидской литературе, антихасидской сатире. В следующий раз речь пойдёт о разнообразной поэзии, которой было много и которую, собственно, в основном на иврите писали. И последняя наша встреча будет посвящена первому роману в современном понимании на иврите, речь пойдёт о произведении Авраама Мапу «Сионская любовь». Сегодня, повторюсь, мы сосредоточимся на антихасидской сатире. Для начала немножко про языковую ситуацию и про то, почему это называется «европейская литература на иврите», а не, скажем, «еврейская литература» или как-нибудь ещё. Почему литература на иврите выделяется, почему о ней стоит говорить, специально подчёркивая, на каком языке она написана. Ну, общую картину, я думаю, все прекрасно знают. На всякий случай, буквально в двух словах я это дело напомнила. Вот здесь переключать. Вот так. Буквально в двух словах. Традиционно в, скажем, средневековых еврейских общинах, еврейских общинах нового времени, языковая ситуация описывается прежде всего термином дегласия. Что такое дегласия? Дегласия – это ситуация, когда в обществе используются два языка, иногда больше, и они используются в разных функциональных сферах и обладают разным статусом и престижем. Грубо говоря, один язык используется для каких-то высоких целей, например, для литургии, для культовых целей. Идли, допустим, на нём пишут какие-нибудь сочинения, философские трактаты, богословские трактаты, литературные произведения, ещё что-нибудь такое. А на другом языке исключительно говорят в быту. Ну, собственно, вот такая ситуация существовала в средневековой христианской Европе, когда языком с высоким статусом, который использовался в церкви, в университетах, на котором сочинялись самые разнообразные учёные произведения и литературные произведения в большом количестве, была латынь. А разговорным языком, который использовался для повседневного бытового общения, мог быть какой-то другой язык, собственно, там старо-французский, не знаю, старо-немецкий, старо-итальянский, ещё какой-нибудь. В еврейской ситуации дело обстояло так же. Место высокого языка занимал иврит, место низкого языка, непрестижного языка занимал какой-нибудь из еврейских вернакуляров. Непрестижный язык называется вернакуляром. Еврейские вот эти вот вернакуляры возникли, видимо, в высокое средневековье на огромном просторе еврейской диаспоры. Их очень много, общим числом примерно 30, до сегодняшнего дня дожили меньше десятка, самый известный из них идиш, и вот как раз об идиши речи и пойдёт. Эти все еврейские диаспоральные языки обычно не родственные ивриты. Ну, правда, есть еврейские диаспоральные языки семитские, например, еврейско-арабские, или там есть несколько арамейских языков. Ну, в Европе, те еврейские диаспоральные языки, которые были распространены в Европе, совершенно не родственны ивриту. Идиш, германский язык, ладина, он же джудезма, романский язык. Было ещё некоторое количество таких романских языков. Был еврейско-греческий, ещё некоторое количество. Они все ивриты не родственны. И поэтому разница между ними совершенно очевидна. Понятно, что любой человек, в первую очередь, в гораздо более раннем возрасте, знакомился с еврейским диаспоральным языком, с этим вернакуляром. На нём он учился говорить, собственно, этот язык он приобретал от родителей в раннем детстве. А с ивритом он знакомился несколько позже, хотя в традиционной ситуации образование начиналось в раннем возрасте, но всё-таки это позже, чем приобретается родной язык. Тогда, когда, собственно, он шёл в школу. В традиционной ситуации образование предназначалось в первую очередь мальчикам. Мальчики шли в такую традиционную начальную школу, в хедер, в раннем возрасте, кто-то в 4 года, кто-то в 5 лет, и там мальчики обучались в первую очередь чтению молитвенника для того, чтобы, собственно, выполнять религиозные обязанности. Нужно было уметь произносить благословение, нужно было уметь молиться. В дальнейшем они знакомились с текстом Пятикнижия Торы, поскольку этот текст каждую неделю читается в синагоге, ну и нужно уметь его читать, нужно понимать, что там вообще написано, о чём-то. Потом какие-то книги Библии тоже читали, но, скорее всего, не всю Библию. И после этого переходили к талмудической литературе, главным образом к Мишне. И лишь в последние годы до религиозного совершеннолетия доходили до текста талмуда, написанных на арамейском. То, что я сейчас описала, это ситуация, которую можно найти во множестве разных описаний традиционного образования, но эта ситуация несколько идеализированная. На самом деле, ну, во-первых, далеко не все добирались до арамейского. Арамейский считался принадлежностью самых образованных людей и, главным образом, людей богатых, которые могли позволить своим детям продолжать образование и после религиозного совершеннолетия. Ну и, кроме того, людей достаточно образованных и достаточно способных. Подавляющее большинство еврейских мальчиков действительно умело читать, в том смысле, что они умели складывать буквы в слова. И они знали какое-то количество самых распространенных текстов, которые произносятся постоянно, каждый день или там каждую неделю, каждый год. Но далеко не обязательно они могли уметь прочесть на еврите какой-то незнакомый текст. Но, тем не менее, вот какое-то знание еврита у большинства еврейских мужчин было. Повторюсь, обучение евриту происходило в виде изучения классических текстов, которые необходимо знать каждому религиозному еврею. И это дело начиналось в возрасте 4-5-6 лет, как-то вот примерно так. Девочки обычно такого образования не получали, зато нередко бывало, что девочки умели то, чего мальчики не умеют, а именно девочек обучали писать. Потому что именно женщины в большинстве случаев были связаны с более практической деятельностью, например, с ведением какой-то торговли в лавке, скажем, когда нужно было учитывать прибыль. И вот нередко бывало, что мужчина умеет читать на еврите, а писать не умеет. А женщина, наоборот, умеет что-то такое писать, но наидишь, а не на еврите. Но сегодня проблем женского образования мы затрагивать не будем. Мы будем говорить про языковую ситуацию. Вот всё это вот так вот существовало до тех пор, пока в середине XVIII века в Пруссии не возникает идеологическое течение, которое довольно сильно изменит облик европейского еврейства. Речь идёт о еврейском просвещении, которое на современном еврействе называется Аскала, а на нашкинадском еврействе Асколы. Про просвещение написано очень много, с самых разных сторон. Мы затронем языковой аспект, языковую программу просветителей. Как всем известно, просветители ратовали за то, чтобы евреи приобщились к европейской культуре и стали полноправными членами европейского общества, своей страны. Тем самым, чтобы они могли получить доступ к образованию, к получению разных хороших продуктивных профессий, которые позволят им достойно обеспечивать себя и свою семью, например, к профессии врача. Или какой-нибудь ещё. Не знаю, юриста, госслужащего, чёного. И в дальнейшем, следующим шагом предполагалось получение полноценных гражданских прав. Для всего этого нужно было знать язык окружающего населения, собственно, язык соседей. Традиционная ситуация, традиционная языковая ситуация предполагала, в общем, какое-то знакомство с языком соседей, потому что не бывает так, чтобы еврейская община традиционно где-то жила и вообще никак с соседями не общалась. Всё равно с соседями нужно вести какие-то отношения, что-то у них покупать, что-то им продавать, общаться с ними просто на правах соседей. Так что как-то худо, бедно какое-то владение языком соседей, в общем, было всегда. Но оно далеко не совершенно необязательно означало, что член еврейской традиционной общины может, например, читать на языке окружающих соседей. Собственно, нередко так бывало, что, допустим, говорить на каком-нибудь языке окружающего населения евреи могли, а вот читать на алфавите, который не является еврейским, нет. Алфавит в традиционном сознании вообще сильно связан с религией, и уважающий себя традиционный еврейский человек вообще как-то не очень знал обычно другие алфавиты. Когда основоположник, лидер прусского еврейского просвещения Мозес Мендельсон перевёл на немецкий пятикнижие, он записал свой перевод еврейскими буквами. Да, это немецкий язык, это нидиш, но записано всё еврейским алфавитом, потому что иначе как-то вот еврейскому человеку читать не гоже. Вот просветители предполагали, что евреям всё-таки нужно освоить язык окружающего населения, освоить его в достаточно хорошей степени, чтобы можно было не только вести какие-то разговорные бытовые темы, но и получать образование, читать литературные произведения, читать, например, законы и какие-нибудь другие такие вот формальные тексты, и освоить письменность, и мочь писать на этом в языке без ошибок. Что касается их отношения к евриту, то оно было довольно специфическим, довольно сложным. Начнём с того, что и в этом отношении тоже просветители ориентировались на то, что было принято у окружающих народов. Как мы знаем, европейское просвещение вслед за европейским ренессансом очень уважительно относилось к античному наследию, к тому, что написано на древнегреческом и на латыни, и, собственно, высокий статус латыни, например, среди европейского просвещения был обусловлен в том числе и этим. И вот, копируя вот это вот отношение просветителей к древности, еврейские просветители говорят, ну вот, да, у европейцев древность – это античность, а у нас древность – это еврейская древность, это древнееврейские тексты, это то, что написано в первую очередь на еврите. А дальше, что называется, следите за руками. У них была довольно специфическая рефлексия по поводу того, что касается еврита. Они произвели, так сказать, ревизию классических еврейских текстов, классического еврейского наследия. Что есть, так сказать, в нашем распоряжении? Есть корпус библейских текстов, Библия. Корпус не очень большой, но обладающий крайне высоким статусом. И есть огромное количество того, что было написано на еврите после этого. Во-первых, литература второго храма, во-вторых, и в главных – талмудическая литература, смешна, гемара, вместе они составляют талмуд, медраши и прочие произведения талмудической литературы. И после этого очень большой корпус самых разнообразных средневековых текстов. То, на чём эти тексты написаны, это разные изводы еврита. Библейский еврит от талмудического еврита отличается довольно сильно. И просветители в этом факте очень хорошо отдавали себе отчёт и довольно много об этом думали. Вот когда мы на третьей нашей встрече будем обсуждать первый художественный роман, написанный на еврите, мы ещё вернёмся к этому. Но забегая вперёд, скажу, что Авром Мапу, создавая такую идеальную историю, совершенно намеренно выбирает местом и временем действия для неё библейскую Палестину. Почему? Потому что это то время, когда евреи жили на своей земле, когда они были независимы, когда у них была собственная государственность и возможность принимать собственные законы, собственные правители, когда они не были в плену у других народов и когда их положение меньшинства и угнетённое состояние не заставило их деградировать, скажем так. Просветители идеализируют библейское время, как то время, когда евреи были независимы и самостоятельны, и идеализируют, собственно, Библию, библейские тексты и библейский язык, библейский иврит. Талмуд вызывал у них существенно более скептическое отношение. Тут тоже очень во многом причиной была, так сказать, оглядка на европейцев. Ведь Библия – это тот корпус текстов, который объединяет еврейскую и европейскую культуру. Христианство, естественно, тоже рассматривает Библию как священный текст. И для христианства тоже. А Талмуд – это тот корпус текстов, который разъединяет, наоборот, еврейскую культуру, еврейство и христианство, еврейскую и христианскую культуру и вызывает ненависть христиан. Ну, сожжение Талмуда – довольно-таки памятные эпизоды. Что предлагают в этом отношении просветители? Они предлагают и в идеологическом отношении, и уж в языковом точно прекратить ориентироваться на Талмуд, ориентироваться исключительно на Библию. У них была такая вот языковая программа и свой, так сказать, лозунг, который можно очень кратко сформулировать в виде выражения из двух слов. Оно написано у вас здесь вот под третьим буллетом «лашан цеха». Это выражение довольно трудно перевести. Буквально это что-то типа чистый язык или беспримесный язык. Но кроме того, это можно перевести и как, скажем, прекрасный язык, импозантный язык, изящный язык. Что имелось в виду? Просветители говорили, что настоящий язык – это язык, в котором как-то мало чужого влияния, в котором по возможности мало заимствований. Конечно, в этом была изрядная натяжка. И европейские просветители, да и еврейские просветители середин конца XVIII века прекрасно знали, что вообще-то языков без заимствования не бывает. Таких полных изолятов, которым не было бы откуда заимствовать вообще, что бы то ни было, не бывает. А уж библейский иврит, ну уж точно к ним не относится. В библейском иврите довольно много заимствований самых разных языков, и просветители это тоже прекрасно знали. Но вот такое допущение они делали и объявляли библейский иврит прекрасным, чистым, беспримесным языком. Кроме того, он им представлялся прекрасным языком, языком, который еще не испортился. А вы, наверное, знаете, что европейцы в частности разделяли вот такую идею, что язык со временем портится. У европейских просветителей тоже такая идея была. Она была унаследована от гуманистов, что латынь испортилась. Вот когда-то латынь была прекрасна, скажем, во времена Цицерона. А потом, во времена поздней античности, и уж тем более во времена Средневековья, эту такую прекрасную цицероновскую классическую латынь испортили просто невероятно. Вульгарная латынь, кухонная латынь, всякие разные вкрапления других языков, кальки с других языков, в общем, сплошная порча языка. У просветителей было вот ровно такое же отношение к ивриту, которое после Библии. В Библии прекрасный язык, а тот иврит, который существовал в более поздней эпохе, он уже испорченный, и поэтому от него надо отказаться. Значит, ла-шонца-ха, импозантный чистый язык, это библейский иврит. В эту прекрасную концепцию, что у евреев есть своя особенная гордость библейский иврит, и хорошо бы еще овладеть языком окружающего населения, главным образом государственным языком той страны, в которой ты живешь, совершенно не вписывался еще один компонент, очень вообще-то важный для традиционной языковой ситуации, а именно еврейский диаспоральный язык. Ну, поскольку просвещение возникло в Пруссии, в Центральной Европе, то в первую очередь европейские просветители задумывались, разумеется, об Идиши. Он вообще как-то совершенно в эту схему не укладывался. Во-первых, третий лишний, да, он совершенно непонятно, какую функцию он будет занимать прекрасным, он будет выполнять в прекрасном еврействе будущего для всяких еврейских внутренних сюжетов. Иврит, высокий библейский иврит, а для общения с окружающим населением, скажем, немецкий, или там, если это происходит во Франции, то французский, если в Англии, то английский и так далее. Зачем здесь Идиш, абсолютно непонятно. А кроме того, Идиш абсолютно не удовлетворял вот этой вот эстетической языковой программе. Ла Шон Цеха, прекрасный, беспримесный язык, это что угодно, но только не Идиш. Идиш язык, как и многие другие еврейские диаспоральные вернакуляры, Идиш это язык компилятивный, то есть состоящий из слов самого разного происхождения и в грамматике тоже испытавший влияние самых разных языков. Если посмотреть, например, на словарь Идиша, то примерно 70% его слов составляют слова германского происхождения, то есть слова, которые роднят Идиш и немецкий, примерно 20% это древнееврейские слова, примерно 10% всё остальное, главным образом, это славянские слова. Но как такой язык вообще можно назвать беспримесным языком? Кроме того, Идиш казался просветителем, языком уродливым. Почему? Потому что он испорченный немецкий. Им казалось, что немецкий, он, конечно, не такой прекрасный, как библейский еврейский, но всё-таки ещё достаточно прекрасный. А Идиш отступает от прекрасных норм немецкого языка, значит, он испорченный немецкий. И значит, он, в общем, язык отвратительно звучащий. Можно собрать целую коллекцию высказываний просветителей об Идиши. Они не жалели чёрных красок для того, чтобы же выписать, как Идиш отвратителен, зачем нам, допустим, в польской стране Идиш? Или древнееврейский язык, или польский. А Идиш зачем? Это безобразная смесь древнееврейских, немецких и славянских слов, вообще, поскорей бы её не стало. Ну, это такой краткий пересказ довольно многих высказываний просветителей об Идиши. В Западной и Центральной Европе вот эта вот идея, что хорошо бы Идиш искоренить, через несколько поколений, через 2-3 поколения принесла свои плоды. И Западное и Центральное европейское еврейство действительно перешло с Идиша на местные официальные титульные языки. А в Восточной Европе дело пошло не так. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, евреев в Западной и Центральной Европе, с одной стороны, и в Восточной Европе, с другой стороны, к тому моменту было очень разное количество. Евреев в Восточной Европе было гораздо-горазд больше. С одной стороны, в Центральной и Западной Европе, и с другой стороны, в Восточной Европе была совершенно разная политическая ситуация. Просветительская борьба за гражданское равноправие на Западе и в Центре увенчалась успехом. Совершенно не сразу. Это был долгий и довольно мучительный процесс. Но через примерно 3-4 поколения в разных европейских странах евреи всё-таки получают гражданское равноправие. В Российской империи цари совершенно были не готовы это делать, предоставлять евреям равноправие. И окончательное равноправие, закреплённое в законе, евреи получают, собственно, только при временном правительстве в 1917 году. До этого с царями даже как-то, в общем, вести про этот разговор был довольно бессмысленно. Там ввелись разные разговоры касательно статуса евреев, но никогда и речи не доходило до того, чтобы предоставить евреям абсолютно полное гражданское равноправие. Кроме того, просвещение добирается до Восточной Европы в течение некоторого времени. Появляется оно там в, скажем, 10-20-х годах XIX века. То есть идёт оно до туда лет 60-70. Это довольно долгий срок. И за это время меняется довольно многое. Главным образом, собственно, в Восточной Европе изменились две вещи. Одна в общекультурном контексте, общеидеологическом, историческом контексте, а другая в еврействе в частности. То, что изменилось в еврействе в частности, это то явление, которое, собственно, изменит очень-очень сильно облик всего восточноевропейского еврейства, а именно примерно одновременно с появлением просвещения в Западной Европе, в Восточной Европе возникает хасидизм. Религиозное течение, которое очень сильно изменит и социальную структуру, и интеллектуальный контекст еврейства в Восточной Европе. По некоторым причинам, до которых мы чуть позже доберёмся, хасидизм создаёт очень мощную такую ограду вокруг идиша, сильно повышает его статус. И, собственно, борьба с хасидизмом, борьба просветителей с хасидизмом, будет во многом вестись и на языковом фронте. А вторая вещь, которую я уже упомянула, которая касается общекультурного идеологического контекста, заключается вот в чём. К тому моменту, когда просвещение добирается до Восточной Европы, господствующей идеологией в Европе становится уже не просвещение, а романтизм. И получается, что просвещение должно как-то взаимодействовать с романтической идеей нации, национального духа, национального языка и так далее. И романтические учёные, романтические идеологи предполагали, что настоящий носитель языка – это, собственно, народ. И не зря одним из продуктов романтической науки становится составление словарей. Характерный пример – это словарь «Братьев Гримм». Так вот, язык, на котором говорит народ – это вообще никак ни разу не еврит, это идиш. И вот еврейским просветителям, добравшимся до Восточной Европы, спустя несколько десятилетий, приходится как-то справляться с этими новыми, вновь перенесёнными обстоятельствами. Первая территория Восточной Европы, до которой добирается еврейское просвещение – это территория Галиции. Это то, что происходит в результате раздела в Польше. Тут, ну вот, такая, может быть, не очень видная карта, но, по крайней мере, тут разными цветами всё закрашено, и поэтому мне кажется, что это как-то довольно наглядно. То, что закрашено жёлтым и каким-то таким отвратительно-оранжевым цветом – это территории, которые отошли к Пруссии. То, что закрашено розовым, более-менее интенсивным – это территории, которые отойдут к Российской империи. А то, что закрашено таким вот лиловым и лиловым потемнее – это те территории, которые отойдут к Австро-Венгерской империи. И вот, собственно, все вот эти империи в результате разделов Польши получают очень большое еврейское население. Когда Австро-Венгрия приобрела вот эти вот новые территории, то, что здесь вот закрашено лиловым, она, Австро-Венгерская центральная власть, тяжко задумалась над тем, что же ей делать вот с этими вновь приобретенными территориями и создала даже специальную комиссию в ранге министерства по интеграции вот этих вот вновь приобретенных территорий. И главной причиной этого особого отношения было новое население, еврейское, собственно, население, с которым Австро-Венгрии еще не приходилось до доли сталкиваться. Это были, прежде всего, австро-венгерские хасиды. И вот одна из симптоматичных статей на эту тему называется «Befrenden in Kaftan», «Чужие в кафтане», «Чужаки в кафтане». Ну, конечно, та картинка, которую я здесь привела, это не картинка того времени, это фотография из 1913 года, но она примерно, мне кажется, может дать представление об этом. Люди в традиционной одежде, которая сильно отличалась от европейского платья, люди, которые говорят на идише, на немецком отказываются говорить, которые отказываются учить своих детей в государственных школах, которые отказываются отправлять своих сыновей, достигших совершеннолетия, в армию, отказываются наотрез, которые настаивают на том, чтобы никак не интегрироваться и чтобы соблюдать свои собственные нормы и собственные обычаи, чтобы заключать брак так и тогда, и по тем законам, по каким это удобно, и вообще как-то никак не кооперироваться с центральной властью. И вот центральная власть как-то долго думает, что с этим делать, и в этом смысле союзниками центральной власти становятся просветители. Просветители, добравшись до Восточной Европы, до Галиции, вот первым делом обращают внимание на то, что там господствует такое религиозное течение, которого нет в центральной и западной Европе, а именно хасидизм. И тут я просто вот упомяну двух людей, о которых мы в дальнейшем будем упоминать. Первый – это, собственно, основоположник хасидизма, Исруэл Баал Шамтов или Бешт. Ну, конечно, это не фотография, а какой-то такой вот типа портрет. И его правнук Рабин Ахман из Браслова. Тоже такой его какой-то такой стилизованный портрет. С ними обоими связано не только очень мощные изменения в религиозной и в социальной жизни восточно-европейского еврейства, с ними обоими связано и появление каких-то вот хасидских текстов. Бешту, Сруэл Баал Шамтову, посвящена книжка, которая вышла уже после его смерти, она сильно после его смерти, она называется «Шифхе бешт», то есть «Восхваление Бешта», «Похвалу и Бешту». И вроде как она повторяет такой традиционный для еврейской религиозной литературы средневековья и нового времени жанр вот этих вот похвал, восхвалений, ну, примерно жития. Но содержание там, в общем, сильно отличалось от вот этих вот традиционных шифхей, но об этом сегодня у нас речь не пойдёт, это не наша тема. Что касается Раби Нахмана из Браслова, то с ним связано тоже появление довольно важной книги в истории хасидизма, в истории хасидской литературы. Сейчас я её покажу. Он написал несколько произведений, но нас интересует то, что, ну, как-то больше похоже на художественную литературу, а на художественную литературу, похоже, вот эта вот книга. Она называется «Сипура Майсес». Традиционно её переводят, её название переводят на русский как «Сказки Раби Нахмана». Но на самом деле «Сипура Майсес» — это не совсем сказка. Сказка, ну, фольклорически, да, сказка — это то, во что не верят, это не былица. А «Сипура Майсес» — это всё-таки не то. Это некоторая история, это притча, скажем так. Это история, которая не призвана потешить слушателя, там, не знаю, усыпить ребёнка и сообщить слушателю какие-то рудименты мифов. Это притча, в которую вложен какой-то довольно большой теологический смысл. Ну, будем называть их историей, эти самые «Сипура Майсес». Так вот, Раби Нахман рассказывал истории, очень сложно организованные, похожие на целый ряд произведений европейской литературы, которых этот самый Раби Нахман, скорее всего, не читал. В результате довольно долгой цепочки устной передачи эти истории, в конце концов, были записаны. Их записал его ученик Раби Носсен Штернхарт и издал. Ну, священный текст должен быть, естественно, изложен и напечатан на высоком, великом священном языке на иврите. Но Раби Нахман рассказывал эти истории на идише. И из уважения к языку ребе, к языку наставника, как и из уважения к языку его предшественников, текст на идише в это издание тоже был включён. Классическое издание «Сипура Майсес» выглядит вот так. Ну, я показываю просто одну из историй. Видно? Я надеюсь. Видно? Я надеюсь, видно. Отлично. Кстати, раз уж мы прервались, очень прошу вас, если что-то непонятно, или если у вас есть какие-нибудь реплики по ходу, замечания, несогласия, вопросы, то, пожалуйста, пишите. Да, маленькие. Вот каждая страница разделена пополам. Ну, в разных изданиях разный шрифт, разная плотность текста, да, разный интервал между строчками. Но в каждом издании страница разделена пополам. В верхней части страницы будет текст на иврите, а в нижней части страницы будет текст на идише. Вот эта ситуация, когда на одной и той же странице совмещен текст на великом священном языке и текст на презренном еврейском вернакуляре с низким статусом, который подходит исключительно для употребления в быту, эта ситуация, которая нас, в общем, современного человека мало как-то чем удивляет, для традиционного еврейского человека была просто поистине революционной. Совместить высокий язык, сакральный язык, да, язык с высочайшим престижем с одной стороны и язык крайне низкого статуса с другой стороны на одной странице, это был действительно по тем временам крайне смелый шаг. И я бы хотела остановиться еще на одной довольно мелкой особенности этих текстов. Ну, просто там один текст, можно выбрать любой другой, любую другую историю, но вот я выбрала седьмую историю, неважно. Он начинается так. Я просто прочитаю на иврите, какие-то вещи вам будут, так сказать, уже слышны, потом я это прокомментирую. Я начну с третьего предложения. Вашкиноцком предложении читаю. То имرو шеасапер лахем, ако ел ваттухлу леовин. Вегою хамеллах ойсес вуда гдойло, ше корин баил. Бехол шоно, в ойсо хоюм, ше ковеш амелхоме. Вегою шом алха бал, кол сорей мелухе, векол асорем кедерых амлохим. Вегою ойсен шом иньенеицхойк, ше корин кумедиес. Сейчас переведу. Сначала там такая ремарка. Этот текст содержит всякие дискурсивные маркеры, всякие такие вот ремарки, типа, и он сказал то-то, его спросили, а он ответил. Скажите, чтобы я вам рассказал все до конца, и тогда вы сможете понять. На этом ремарка заканчивается. И дальше, собственно, сама история. Царь устраивал большой пир, ше корин бал, который называется бал. Каждый год в один и тот же день, когда он закончил войну, и там, на этом балу, были все сановники его царства, и все сановники, как это принято у царей, и они устраивали всякие смешные вещи, ше корин кумедиес, которые называются кумедиес, да, комедии. Вот примерно так это звучит. Во-первых, здесь есть крайне странное для просветителей и вообще как-то очень непривычное с точки зрения традиционного человека ощущение, что еврит, конечно, великий богоданный, сакральный язык, но его не хватает. Он не всеобъемлющий. Казалось бы, бога данного языка должно хватать для того, чтобы выполнить любую коммуникативную задачу. А тут оказывается, что язык, конечно, очень великий и все, но для того, чтобы выразить довольно простую идею, чтобы описать довольно простое современное явление, прекрасного бога данного языка попросту не хватает. И туда приходится инкорпорировать слова из каких-то окружающих языков. Ну, а кроме того, если вы посмотрите на этот текст, если вы знаете еврит, то вы заметите, что этот текст для современного грамотного носителя еврита выглядит очень странно. Во-первых, потому что там довольно непривычная нам грамматика. Там много элементов мишнаитского и таламудического еврита. Там много всяких, ну, с нашей современной точки зрения, там много всяких ошибок. Там много нарушений грамматических правил. Там много нарушений согласования. Ну, например, там встречается, допустим, словосочетание «эвентойв», дословно «хороший камень», «драгоценный камень». На грамотном еврите это вообще должно было бы быть «эвентойво», «эвентова», поскольку слово «эвент» – камень женского рода. И прилагательное должно согласоваться с ним в роде и должно стоять в форме женского рода. Но поскольку это записывает человек, который в данный момент пишет на еврите, но вообще-то думает на идише, он делает ошибку, которую, вообще-то, довольно часто делают люди, изучающие иностранный язык. Он присоединяет к какому-то существительному прилагательное в том роде, какого это слово, это существительное на его родном языке. Так вот, на идише слово «штейн» – камень мужского рода, поэтому, ничтоже сомнёшься, этот человек пишет «эвентойвент», прибавляя к этому существительному прилагательное в мужском роде, что, конечно, ошибкой вообще никак неправильнее, никак нельзя. Кроме того, вот этих следов того, что человек, который это записывает, пишет на еврите, а думает-то на идише, очень много. Там много скалькированных конструкций, скалькированных с идиша, много всяких разных слов идиша, которые туда просто вставлены, много всяких нарушений правил, но, кроме того, это уже будет чисто просветительская история. Там много, повторюсь, элементов мишнаитского иврита для просветителя, который мишнаитский иврит не любит, а любит исключительно библейский иврит. И это, конечно, пощечено общественному вкусу. Книга Раби Нахмана вышла посмертно. Она была опубликована в 1814 году. Ну, вот можно показать одно из изданий. В 1814 году. Сепур Майсис. И она довольно широко распространилась и не только среди брасловских хасидов. Просветители на этом месте почуяли в этой книжке очень большую угрозу и решили, что эта книга породит целый ряд дальнейших подражаний, целый ряд произведений, которые будут написаны в том же жанре. И возникнет мощная такая вот литературная традиция хасидская, которая благодаря силе художественного слова сильно увлечет восточноевропейских евреев. И они решают по этому поводу действовать. И тут, собственно, мы приходим к нашему сегодняшнему основному герою. Героя зовут Йойсов Перл. Как вы можете видеть на его портрете, он был человеком, неоднократно награжденным всякими медалями и орденами. То он галицийский еврей, он родился в городе Тернополе. Город Тернополь в результате всяких внешнеполитических событий переходил из рук в руки. То он был польский, то он был российский, то он был австро-венгерский. В общем, он менял свою национальную принадлежность. И так получилось, что всякая власть награждала Перлы. У Перла были награды и от российской власти, и от австро-венгерских властей. Он был просветителем, и все, наверное, знают из, так сказать, общих представлений о еврейском просвещении, что просветители придавали очень большое значение еврейскому образованию. И считали, что, собственно, образование, система образования – это залог счастья в будущем. Чем лучше вы воспитаете детей, чем лучше вы их спасете от жутко безнравственного хедера, где ничему толком не учат, учат неправильно, детей бьют, плохо с ними обращаются и заставляют их читать какую-то вообще жуткую безнравственную кругу, чем лучше вы их воспитаете, чем больше вы в них вложите всяких нравственных, хороших идей и понятий, тем, собственно, лучше у вас будут евреи в дальнейшем. И вот в 1813 году он основывает просветительскую школу. Дальше, собственно, на территории Галиции впервые еврейские, европейские просветители и хасиды сталкиваются, и реакции друг на друга у них, естественно, становится крайне неприятие друг друга. Просветителям не нравится, что хасиды всячески противятся интеграции, что они всячески противятся образованию, приобретению продуктивных профессий и прочим прекрасным вещам, разумным, добрым и вечным. Просветителям кажется, что это апикорциям, что это еретики, которые заставляют евреев отказаться от своих корней, отказаться от своего образа жизни и вообще отказаться от еврейской замкнутости. И, в общем, это все ведет просто к крещению. А уж образование, это же вообще, во-первых, один шаг до крещения, а во-вторых, оттуда очень как-то близко, например, до отдачи евреев в рекруты и тоже до крещения. В общем, и те, и другие видели друг в друге страшных врагов. И это все вылилось, надо сказать, в большую, так сказать, текстуальную активность. Основным жанром знакомства друг с другом стал донос. Просветители, стучали на хасидов, хасида стучали на просветителей, кому было можно, австро-венгерским властям, российским властям, губернским властям, военным властям, вот каким угодно властям можно было написать донос, и типа было очень хорошо. Вот между 1814 и 1816 годом Перл сочиняет такой донос, который называется, вот здесь у вас на слайде он выведен, под вторым буллетом, он называется в приводе с немецкого о сущности секты хасидов по их собственным сочинениям. И он там анализирует разные хасидские произведения и Шихребешт, и всякие там Тойгус Йойсов Янгев, Цофнас Панех, в общем, разные хасидские теологические произведения. И вот книжка, которая вышла только что, Сипура Майсес Раби Нахмана. И описывает хасидскую безнравственность, хасидскую вредность для государства, хасидское сопротивление всем благим мерам, которое хочет внедрить прекрасное, благожелательное, мудрое и желающее только добра, разумеется, государство. И так получается, что вот он пишет эту книжку на немецком. Сейчас давайте возьму какую-нибудь книжку, которая открывается в правильную сторону. Ну вот, например, такую книжку. Так вот, на этой вот странице обложки, вот здесь, он помещает портрет одного из хасидских цадиков. По некоторой иронии судьбы, это основатель хаббатского хасидизма, Алтер Ребен, в том случае совершенно не важно. В общем, он помещает там его портрет. Книжка написана на немецком, это будет довольно важно, готическим шрифтом. И повторюсь, традиционные еврейские люди такими буквами не читают. Он направляет этот донос австро-венгерскому губернатору Галиции. Он пытается его опубликовать, и разрешения на публикацию он не получает. Дальше он борется за публикацию некоторое время, но так и не получает разрешения. Но этот донос, во-первых, губернатору направлен, и как-то там, видимо, взят на карандаш, и, видимо, это имело и какие-то организационные последствия административные для хасидов тоже. А кроме того, разумеется, это произведение циркулирует в списках, в копиях среди евреев, и просветительски настроенные люди его читают и, в общем, ужасаются тому, как ужасны хасиды. Дальше, несмотря на проклятие хасидов и несмотря на все то, что Перлу приходится от хасидов претерпеть, литературную деятельность Перла не бросает. И между 16 и 18 годом он пишет еще одно произведение. Это название, которое я здесь привела, но на самом деле позднее. Его дали этой книжке при публикации уже в 20 веке. Истории и письма настоящих праведников и людей нашего круга. Скажем так, примерно так. Это можно перевести. Это мистификация. Это мистификация будет сегодня довольно важным словом. Что он мистифицирует? Он берет вот эту вот книжку, о которой мы сегодня немало говорили, Сипура Майсас, и сочиняет еще одну хасидскую историю. Он сочиняет продолжение к одной из историй, которая там рассказывается, история о пропавшей невесте. Делая ее, естественно, пародийной. Да, это мистификация. То есть это выдается за хасидскую историю. Но на самом деле там совершенно другое содержание, просветительское, философское. И там хасид высмеивается. И потом, еще пары лет позже, в 1819 году, он пишет произведение под названием «Мегалет Мирен», раскрывающий сокрытое. Если кому-нибудь интересно, есть одна девушка, которая написала по этому произведению «Мегалет Мирен диплом». Моя дипломница Маргарита Петченко. Если у вас... Пожалуй, она человек, который знает про это произведение больше, чем кто бы то ни было, из русскоязычных людей. Если вам интересно, я могу вам дать ее какие-нибудь координаты. Я буду рассказывать, естественно, менее подробно, чем, например, про это можно написать с диплома. Значит, что такое «Мегалет Мирен», почему это произведение так называется и вообще о чем там идет речь. Там... Нет, вернемся. Это эпистолярный роман. Это тоже мистификация. Для того, чтобы издать это дело, Перл придумывает такую фейковую фигуру, некто Овадия бен Псахья, Овадия бен Петахья. Какой-то такой человек, якобы хасид, который имеет доступ к хасидским кругам и который считает, с чел нужным во имя процветания хасидской общины опубликовать переписку между несколькими хасидскими людьми. Это книга, в которой вроде бы нет единого сюжета. Там... Это собрание писем между несколькими людьми. О, смечательно. Да, вот. Появляется литературная ассоциация, о которой, да, конечно, пойдет речь в дальнейшем. Действительно, это очень похоже на письма темных людей. Спасибо большое. Это переписка между разными людьми. Там начинают это два персонажа, некто Зелик Летичевер и Зайнол Берхивкер. Потом к этой переписке подключаются там еще несколько людей. Не так важно. Для начала они переписываются вроде как на какие-то бытовые темы. «Я был так рад получить твое письмо, я давайте расскажу о том, что у нас там происходило в последнее время, давай я тебе расскажу про то-то, про то-то, про то-то. Вот я был у Рэба, там то-то, то-то и то-то происходило». Это все, конечно, очень саморазоблачительно, очень смешно, но со временем там, собственно, вырисовывается сюжет. В чем он заключается? В том, что эти самые хасиды прознали, что существует такое вредное произведение, которое они в потоке текста на иврите, да, это произведение на иврите, в потоке текста на иврите они его называют «бух». Типа там «Моцоси эсабух». Я нашел вот этот самый «бух», нашел книгу. «Бух» – это книга на идише. И этот самый «бух», эта самая книжка очень вредная, и от нее может прийти погибель вообще всем хасидам, поэтому ее необходимо найти и обезвредить. И дальше создается такая детективная интрига вокруг обнаружения этой книги по возможности всех ее экземпляров и уничтожения этой книги. Они, герои этой книги, прибегают к самым разным грязным приемам для этого, в частности, им не западло использовать красивую девушку, которая там должна благодаря своей красоте и всяким разным некрасивым действиям добыть эту книжку и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов они раздобывают, по крайней мере, один экземпляр, и дальше они делают вот, что повторюсь, что по-немецки они читать не умеют, а книжка по-немецки. Под «бух» подразумевается вот то самое более раннее произведение Перла, о сущности секта хасидов, изложено по их собственным текстам, писаниям. Они раздобывают эту книжку, открывают обложку и видят вот на второй странице обложки портрет какого-то непонятного человека, а подпись под портретом они прочитать не могут. и они думают, что это портрет автора. И тогда они совершают кубалистический обряд Пульса Денура над этим самым человеком, думая, что речь идет об авторе, и весь ужас падает на голову Алтер Ребе, который, как мы знаем, досидел в Петропавловской крепости, потом его выпустили, потом он через некоторое время умер. В общем, вот так вот, желая навредить своему врагу, они вредят своему другу. Сюжет отчасти трагический, но понятно, что автор его воспринимал как комедийный, вот надо же, какие смешные люди, как они смешно затеяли интригу, и как, собственно, карающий меч правосудия пал на головы хасидов же. Но далеко вообще не это главная сущность сатиры, и далеко не это самая главная вообще смешная вещь, которая там есть. Ну, во-первых, это сатирическое произведение, и сами герои пишут письма, то есть, в общем, это имитация довольно разговорной речи, они пишут друг друга письма довольно живым языком о всяких там живых повседневных вещах, и они при этом пишут очень много чего саморазоблачительного. Мы узнаем, какие они, значит, страшно порочные, какие они корыстолюбивые, какие они обманщики, какие они нечистые на руку, как они грязно ведут дела, как они всех обманывают, какие они алкоголики, конечно, горькие пьяницы, какие они славстолюбцы, так сказать, как им милы всякие разные любовные утехи, которых вообще-то быть не должно, и как они почитают своего рэба страшно. Почитают они своего рэба очень смешно, в частности, вот в самом первом письме рассказывается, как они, как один из этих персонажей имел честь присутствовать у рэба на Фарбрэнгене и был удостоен чести подать рэбе трубку, опять-таки, в потоке еврейского, потоке текста на еврейте трубка называется люльки, что как-то, видимо, особенно смешно и безграмотно, а вот уголёк он не удостоился подать рэбе, а дальше он удостоился чести проводить рэбе в туалет, ну и дальше, в общем, такой туалетный юмор, что он там видел и слышал. В общем, рэбе они очень почитают, при этом, и почитают его так совершенно раболепно, при этом есть такой низкий площадной юмор, и всё это, естественно, самые разоблачительные монологи. Но, опять-таки, не в этом главная сатира. главным сатирическим инструментом этого дела и про это есть прекрасная статья Кэна Фридона, если кому-нибудь интересно, главным сатирическим инструментом становится язык. Просветители, вспомните, пожалуйста, об их отношении к библейскому ивриту, просветители, видя хасидский текст, например, текст цепур и маисис, испытывали от этого вообще страшный ужас, потому что то, что хасиды делают с ивритом, воспринималось как жуткое издевательство над ивритом. Это самое издевательство проявлялось в нескольких вещах. Во-первых, идеал, просветительский языковой идеал это ла-шон-цеха, чистый, беспримесный язык. А тут вот когда у вас там это вообще ужас, что они чистый, беспримесный язык. Упоминание того, что у этих людей будет свой собственный особый язык, у Вадия бен Псахи и начинает своё повествование, он рассказывает, что у хасидов вот-вот свой собственный язык. И на всякий случай в конце этого текста приводится словарик разных самых слов, которые, ну, слов в первую очередь славянского происхождения, которые в этой книжке есть, а в общечеловеческом иврите их нет. И понятно, что для просветительских читателей это ещё один инструмент сатирического высмеивания хасидов, вот какой, значит, у них ужасный язык. Как всегда, для того, чтобы сделать сатиру ещё понятнее, автор вкладывает в уста своего персонажа специфическую саморазоблачительную речь и на эту тему тоже. Ваде Бен Псахе в предисловие к этой книжке пишет специально несколько предложений, которые посвящены именно этому предмету. Он пишет, вот сейчас появились такие разные современные люди, которые над нами смеются, смеются над тем, как мы говорим, которым не нравится, как мы говорим и пишем, которые нас передразнивают и у которых в части какой-то непонятный лошен цах. Это вот лошен цеха. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что те, кто радует за лошен цах, они вот плохие, они апикорцы, они еретики и мы знаем и мы очень надеемся, что река времён своём стремлении унесёт все дела людей и вот этих еретиков с их отвратительным лошенцах, конечно, тоже унесёт и они забудутся, а то, как разговаривают наши люди, да будет царствовать вовеки и да прославятся от этого наши прекрасные хасидские цадики и да прославятся благодаря этому наша прекрасная хасидская община. И вот им позор, значит, а нам вовеки веков слава. Слава. Аминь. И вот, собственно, основным инструментом высмеивания становится именно то, как они пишут. То, как составлены эти письма, тот язык, на котором они написаны, это такая вот насмешка просветителя, это породия. Ну, поскольку мы говорим всё с породки, и, ну, наверное, не все слушатели еврей знают, то мне трудно будет это показать, но там нарочно, гипертрофировано приведены все черты хасидского еврита, они доведены до апогея. Во-первых, это вот бесконечное вкрапление слов из идиша и славянских языков. Во-вторых, это всевозможное пренебрежение правилами грамматики. Нередко чрезмерное, нередко в хасидском еврите вы такое не встретите, а вот здесь они есть, ну, чтобы было смешнее просто, вот так неправильно, что, ну, совсем смешно. Кроме того, вот та идея, что человек, который пишет на еврите, он думает-то на идиша, она здесь тоже доведена до апогея, и с идиша калькируются просто все возможные вещи. И, в частности, ну, идиш очень любит возвратные глаголы, зих, да, то, что касается, кончается на зих. Вот в этом тексте будет постоянный, постоянным таким рефреном повторяться эс-ацмо, ну, э-ацмо, себя. Который прибавляется более-менее к любому глаголу, где надо и где не надо, но, в общем, тоже, чтобы было так неправильно, но, что очень смешно. Калькируется и всякое там слово употребление. Ну, например, это пример, который проведён в работе у Дана Мирона. Например, идёт дождь, он, в славянских языках он идёт, на идиша он тоже идёт, а на еврите он дословно спускается. И вот, когда на еврите написано «идёт дождь», это как-то ужасно безграмотно и тоже ужасно смешно. Можно представить себе реализацию этой метафоры, как этот дождь идёт, и вот, понятно, что это просветители тоже высмеивают. Но они высмеивают не только это, высмеивается ещё и использование всяких мишнаитских, ну, которых нет в еврейском еврейском и еврейском, и ещё такая довольно важная вещь, довольно тонкая, надо сказать. Дело в том, что, вот вспомним, как просветители относились к разным еврейским классическим текстам. К Талмуду они относились весьма скептически, а к Библии очень восторженно. И, вот это довольно важно, просветители считали, что основным инструментом, так сказать, основным способом приобретения вот этого образования должно стать чтение Библии. Человек должен просто сидеть и читать библейский текст глазами. Это важно. И они высмеивают хасидов за то, что хасиды тоже, конечно, обильно цитируют, но они цитируют не только библейские тексты, но и разные другие. А из библейских текстов и из всей Библии они цитируют только то, что можно услышать. То есть хасиды это такие, в общем-то, безграмотные люди, которые не очень-то читают. А те цитаты, которые приводятся в тексте Мегалат Мирон, это цитаты из ну вот тех библейских текстов, которые постоянно на слуху, то есть недельные главы Тора гораздо реже кусочки авторос, авторот, те фрагменты пророческих текстов, которые читаются в синагоге в субботу после чтения недельной главы Тора. Псалмы, потому что Псалмы тоже читают вслух. И еще те фрагменты библейских текстов, которые вошли в состав какой-нибудь молитвы. Ну, например, в состав Авдолы, Авдола, той церемонии, которая, ну, текста, который читается во время церемонии завершения субботы, включен, например, один стих из Свитка и Сфири. свиток и Сфири и сам по себе, в общем, тот текст, который можно уловить на слух, потому что он читается на праздник Пурин. Так вот, хасиды цитируют из библейских текстов только то, что читается, что более-менее на слуху. Но главным образом они цитируют всякие разные молитвы, всякие разные пьюты, то есть стихотворные тексты, которые тоже читаются или там поются во время литургии. То есть хасиды не сидят над книжкой, не читают глазами, как это вообще-то правильно и нужно делать, а сволчи такие цитируют только то, что можно уловить на слух. И вот это как-то вот дополнительно вызывает презрение к ним и делает всю эту ситуацию дополнительно еще более смешной. Эта книга как совершенно верно и проницательно заметила Хава Броха Корзакова, а до нее это заметил, например, «Великий историк Грец». Эта книга удивительным образом напоминает целый ряд других произведений, но в первую очередь и наиболее похожим произведением оказывается произведение времен гуманизма «Письма темных людей». Письма произведения тоже мистификация, тоже пародия, которая написана целой группой гуманистов в поддержку в поддержку Йохана Рейхлина. Это тоже мистификация, значит, якобы это его противники идеологические переписываются между собой. И там точно так же инструментом сатиры оказываются не только вот эти самые разоблачительные вещи, которые пишут друг другу люди, но и язык. Гуманисты, точно так же, как и просветители, ратовали за скажем так, за строгое регламентирование языка с высоким статусом. Просветители говорили, что язык, во-первых, должен быть строго библейский, то есть цитировать можно строго библейский текст, а во-вторых, надо очень строго соблюдать правила грамматики. Дан Мирон, описывая эту ситуацию, припоминает ещё и вообще, что просветители думали о грамматике. Но для просветителей в просветительской философии очень важное значение имеет понятие закона. Закон это то, что останавливает, предотвращает войну всех против всех. Закон это то, что приносит порядок в жизнь людей. И вот в языке отражением вот этого закона являются грамматика и её правила. Собственно, одна из причин, по которым просветители крайне негативно относились к идише, они считали, что в идише нет грамматики. И, кстати, этот вот стереотип дожил до самого-самого недавнего времени. так вот, нарушение правил грамматики с точки зрения просветителей это совершенно чудовищное преступление, потому что, ну, в общем, это нарушение закона. Так вот, у гуманистов с точки зрения, так сказать, чёткой регламентации были примерно такие же идеи, только в отношении латыни. Гуманисты ратовали за правильную латынь, за ту самую золотую латынь вот золотого римского периода, за латынь Цицерона, Вергилия, Горация, и крайне пренебрежительно относились к более поздней латыни. Так вот, вот эта мистификация написана как раз на вот той самой поздней неправильной латыни, со всякими чертами этой самой поздней средневековой латыни, и с большим количеством иностранных вкраплений, но поскольку все это происходит в Германии, там много немецких слов, и с кальками с немецкого языка, то есть тоже видно, что люди, которые этот тип сочиняют, они думают по-немецки, они не думают по-латыни, они в этом отношении полуграмотные. И вот получается, да, в общем, довольно хорошо известно, что Перл не читал письма темных людей. Он был неплохо знаком с европейской литературой, в частности, он перевел на иврит с немецкого перевода, знаменитый английский роман «История Тома Джонса найденыша» Филдинга, но вот это произведение он совершенно точно не читал и знал ли он латынь, как-то тоже непонятно, видимо, все-таки не знал. Немецкий он знал, а латынь, наверное, нет. Но эти произведения обнаруживают какое-то совершенно фантастическое сходство. Про это, если вот кому-нибудь интересно, есть прекрасная статья Елены Ремон на иврите в издании «Писем темных людей» на иврите. Она обращает внимание вот на какое обстоятельство, что и там, и там объектом сатиры оказываются те люди, которые вообще-то должны были бы быть интеллектуалами, должны были бы быть очень образованными. В случае Перла хасиды, там переписываются какие-то люди, которые вроде как образованные, которые вроде как претендуют на какую-то возвышенность духа и на какую-то образованность, поскольку они там явно обильно цитируют разные священные тексты, то есть вроде как они должны быть как-то очень в этом отношении знающими людьми. И они постоянно говорят об иудаизме, обо всяких нормах религии, то есть они должны быть в религиозном отношении чрезвычайно непростыми людьми. И вот здесь в письмах темных людей тоже объектом сатиры оказываются люди, которые вообще-то казалось бы не должны были бы стать объектом сатиры. Это монахи или люди связанные с университетами. Так получилось, что для гуманистов университеты, которые казалось бы должны были бы быть собственно тем местом, где ученость в первую очередь существует. К тому моменту с университетами стала ассоциироваться такая вот средневековая закоснелость, отсталость. И в частности средневековый антисемитизм. Там один из пунктов интриги вертится вокруг сожжения Талмуда, против которого выступал Йохан Рейхлин. вот такое какое-то очень странное схождение. И оба этих случая об этом тоже прекрасно пишет Елена Ремон в этой своей статье, оба этих случая довольно интересны вот с какой точки зрения. Обычно, когда перед нами есть какое-то сатирическое произведение, обычно в этом случае используется тот прием, который в дальнейшем русские формалисты назовут остранение. То есть взгляд как бы извне. Понятно, что человек, который это пишет, имеет отношение к этому обществу, иначе бы он об этом не знал, но это как бы взгляд извне. Это может быть взгляд путешественника, например, всякие там персидские письма Монте-Скьо, тому пример, или всякие там письма русского путешественника Карамзина, или, не знаю, путешествия из Петербурга в Москву родящего, и огромное количество разных просветительских травелогов, вот этих путевых заметок. Это может быть какой-то человек, который вообще пришел извне, как-то вот случайно там оказался в качестве такого засланца, шпиона, а может быть и вовсе не человек. И тут характерный пример это Романа Пулея «Золотой осел», где наблюдатель это вот осел. А может быть какое-то демонологическое существо. Иными словами, используется какая-то так эффективная фигура наблюдателя существа, которое может все видеть, чужое, но при этом сам этот человек или там существо для остальных не виден или не видно. в данном случае и в случае писем темных людей и в случае Мегалат Мирин, раскрывающей сокрыто, в обоих этих произведениях вот такого вот приема, такой вот фиктивной фигуры нет. Перед нами мистификация, это вот редкий случай для литературного времени, перед нами мистификация, когда, казалось бы, мы по некоторой случайности получаем доступ собственно к письмам тех, кто совершенно искренне это писал для людей своего круга и мы невольно становимся свидетелями, мы невольно проникаем вот внутрь этого круга, мы по идее не должны бы это увидеть. Отчасть, так сказать, отступление вот в эту традиционную сторону совершает здесь Перл, придумывая вот эту вот фиктивную фигуру о Ваде бен Псахе, но он не участвует в повествовании, он просто рассказывает, что он получил так сказать доступ к этим письмам и вот во славу свою общину он это дело опубликует, а то тут знаете ли всякие нападки возникают, но он всем расскажет, как правильно и благодаря публикации этих письм все узнают, как правильно и вот прекрасно и всем будет хорошо. Удивительно дальнейшая история этой книги. Сейчас. Мы начнем со второго здесь. Улета со второго пункта хасидская рецепция этой книги. Эта мистификация, как и многие другие литературные мистификации, автору блестяще удалась. И хасиды приняли эту книгу за чистую монету. Существует даже об этом писала, например, Лара Лемперд, у нее такое библиографическое исследование, существует даже издание этой книги, обложки которых выполнены хасидскими литерами. Хасиды это сами издали, что является доказательством того, что они приняли эту книгу не за сатиру, а за сидно-хасидское произведение. В дальнейшем, разумеется, когда обман раскрылся, когда всем стало понятно, что это мистификация, разразился грандиознейший скандал. И вот после этого в течение довольно долгого времени, более десяти лет, Пэрл сочиняет сиквел к этому произведению «Бойхенцадик». Про это произведение тоже там немало написано. Тот же самый Ваде бен Псахе фиктивный, пишет, что он якобы собирает разные отклики на Галат Мирен, на этот роман. У самых разных людей он их собирает. И выясняет, что же они там такое про это писали. Но вот этот самый Бойхенцадик оказывается пародия не только на хасидов, но и там достается и просветителям немало. Удивительным образом в довольно важном одном пункте просветители ошиблись. Напомню, что их мишенью оказывалось произведение Робина Ахмана. Вот Робина Ахман справа. Вот его произведение Сиппурмайсис. Они боялись, что это произведение породит целый ряд литературных продолжений, какого-нибудь эпиконства. И вот эта первая мистификация, более ранее, чем Мегалат Мирен, которая затевает перл, была как раз направлена на то, чтобы не дать этому произведению породить вот этот целый шлейф литературных продолжений. Опасения оказались напрасными. Никакой традиции удивительным образом Сиппура Майсис не породила и, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в этом велика заслуга Перла. Просто так получилось почему-то, что в хасидской культуре это произведение с точки зрения эпигонства оказалось невостребованным и литературных продолжений у него почему-то не было. А вот внутри просветительской литературы дел продолжилось да еще как. Внутри просветительской литературы жанр антихасидской сатиры жил и побеждал и просуществовал он после этого еще довольно долго. Есть такая большая достаточно составная там она из пяти книг состоит сатира которая тоже написана на иврите Исхоком Эртером это тоже галицийский автор который высмеивает хасидов значит его сатир называется Ацойфа Бейс Исройл наблюдатель дома Израиля и мы тоже видим вот эту вот фигуру наблюдателя вот эту фигуру фиктивную человека который находится как бы извне и извне это все описывает там этот самый наблюдатель приобретает самые разные тоже обличия в разных книгах в зависимости от необходимости сюжета и там высмеиваются самые разные вещи в частности в одной из этих сатир высмеивается вера в переселение душ в Гелгулем и там рассказывается там некий хасид при исповеди рассказывает кем он побывал и в того он селился и в другого он селился и в такое животное и в другое животное и в каком-нибудь еще животное и в таких людей и в других людей это вот весьма значит сатирически описано а дальше этот жанр антихасидской сатиры переходит в литературу наидиши мы уже упоминали сейчас я вернусь назад к этому слайду секундочку вот когда мы говорили о том чем в языковом отношении принципиально отличалась ситуация с просвещением в западной и центральной Европе с одной страны и в восточной Европе с другой страны мы говорили о том что в восточной Европе возник целый ряд факторов которые сослужили так сказать хорошую службу идишу которые сделали так что идиш в восточной Европе сохранился гораздо гораздо дольше на гораздо более долгое время и что это собственно означало для просветителей добравшись до восточной Европы просветительская литература поначалу как-то писал писал на иврите а потом поняла что нет одним ивритом не ограничиться потому что на иврите конечно писать очень хорошо берясь за перо для того чтобы что-нибудь создать как литературный текст на иврите ты оказываешься в ряду прекрасных чрезвычайно достойных предшественников ты стоишь на плечах гигантов тебе не стыдно продолжать деятельность великих людей ты можно сказать можешь себя счесть последователем ну не знаю Маймонида Иуде Оливии Луцата самых в общем прекрасных достойных людей но вот незадача тебя прочтет крайне ограниченный круг людей а вот если ты будешь писать на идише то тебя прочтет гораздо 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 больше народу на эту тему довольно красноречивые данные приводятся в книге Дана Мирона A Traveler Disguised неузнанный странник он обращает внимание вот на какую мелочь он берет самую популярную книгу которая была написана и издана на иврите в девятнадцатом веке иногда я предлагаю слушателям угадать что это была за книга но по-моему угадать это невозможно есть желающие попытать счастье или по-моему угадать просто абсолютно невозможно самая популярная книга выдержавшей наибольшее количество пересданий изданной максимальным тиражом книгой написанной на иврите в девятнадцатом веке стало переложение на иврит парижских тайн Эжена Сю выполнил это Кальман Шульман некий не так важно в общем это была действительно самая большая по тиражу книга так вот суммарный тираж этой книги Дам Мирон сопоставляет суммарным тиражом произведений самого популярного писателя девятнадцатого века писавшего на идиш писателя звали Айзек Мейердит так вот он сравнивает эти тиражи Дик лидирует с перевесом в сто раз это вот довольно красноречиво свидетельствует о разнице в размере аудитории можно писать на иврите и при этом действительно продолжать чрезвычайно славную традицию но только тебя будет читать сто раз меньше людей а можно писать на идише и да конечно это будет все как-то нехорошо не очень-то совместимо с просветительской прекрасной идеей и вообще как-то стыдно кстати из того что стыдно берется тенденция у просветительских писателей брать себе псевдонимы потому что вроде как не Камильфо уважающему себя просвещенному человеку который и на иврите тоже может писать об этом на идише но так получилось и первым человеком который взял псевдоним был Шолом Янкев Абрамович он взял себя псевдоним по имени своего героя героя его звали Мэндела Мойхерсфорем Мэндела Книганоша и вот чрезвычайно известный писатель Мэндела Мойхерсфорем существует псевдонимом и вторым таким крайне известным случаем был Шолом Алейхем вообще-то у него была совершенно другая фамилия Рубинович но он взял себя псевдоним вот так потому что вроде как не комильфо писать на идише и еще одним таким довольно забавным следствием это тоже анализирует Дан Мирон стало стал мотив который повторялся из произведения в произведение просветительских писателей писавших в 19 веке на идише они они в предисловии к своему труду писали например так получилось что вот я вынужден писать на идише конечно если бы я писала на иврите то было бы гораздо-гораздо гораздо лучше я бы смог размахнуться во всю шире своей творческой натуры я бы смог что бы я только не смог на иврите прекрасно писать потому что на иврите существует такая мощная литературная традиция и когда ты пишешь на иврите ты стоишь на плечах гигантов а на идише писать очень трудно потому что идише совершенно не приспособлен для литературного творчества и на нем абсолютно ничего не написано но я буду себе торить дорогу по этому непаханному полю ну вот как получится так получится вы уж не обессудьте если что и вот эта вот заплачка продолжается на протяжении примерно 50 лет в 30-е годы 1830-е годы на идише ничего не написано ну допустим в 40-е годы на идише ничего не написано в 50-е годы по-прежнему об понятии на идише ничего не написано так трудно писать в 60-е годы на идише ничего не написано вплоть до 80-х годов на идише ничего не написано и понимаете так трудно писать и возникает уже целая литературная традиция где одни произведения влияют на другие где есть заимствование где сложилась какая-то своя неформальная иерархия но вся эта литературная традиция существует под соусом отрицания своего собственного существования потому что как-то на идише писать нехорошо есть статистика из примерно 700 просветительских писателей восточноевропейских 19 веке почти все начинали писать на иврите потому что традиция потому что камильфо а потом переходили на идиш не начали писать на иврите а сразу писали на идише только трое и вот но собственно остальные да очень многие перешли на идише потому что на идише их прочитать так вот один одним из этих троих был исрой лексенфелд который создал первый такой еврейский роман современном понимании этого слова роман называется штерен пихал на русском переводится обычно как косынка хотя имеется ввиду несколько другой главный убор в данном случае не так важно это такой вот мощный совершенно антихасидский сатирический роман могу подробнее про него рассказать если хотите вот можно будет задать на эту тему вопрос и значит это 1830-е годы неизвестно когда точно этот роман написан поскольку опубликован он был лишь десятилетия спустя и последняя такая вот чрезвычайно мощная и очень много кому известная и оставившая мощнейший след и в культурной памяти и в литературе произведение это произведение исхолка йоэла линецкого под названием польский мальчик этот роман в частности ставший предсечей для романа книги рая и цикла мангера этот роман печатался в виде серий в газете на идише койл такая была первая газета на идише глаз возвещающий и там собственно сериями как то обычно бывает публикации литературных произведений там сериями вот он печатался сатирический роман тоже полный площадного юмора довольно не банальный если опять таки интересно я могу в качестве ответа на вопрос немножко про него рассказать известно что сохранились мемуарные свидетельства что публикация этого романа чрезвычайно повысила вообще продажи газеты и повысила ее тираж каждый новый выпуск газеты покупали в том числе и хасиды для того чтобы прочесть очередную серию посмеяться и после этого конечно начать ее ругать вообще какой-то ужас 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 во многих мемуарных произведениях в том числе и ушел малейхима упоминается вот это чрезвычайно смешное произведение которое использовалось для семейного чтения которое кто-нибудь один там читал а все остальные слушали и страшно оно было смешно и все просто хватались за животы от того какое оно смешно и вот она упоминается в довольно большом количестве мемуарных воспоминаний вот на этом пожалуй все это это последняя крупная антихасидская сатира 1860-е годы по-моему окончание публикации в газете 1867 год вот на этом тогда я закончу монологическую часть если есть вопросы то пожалуйста задавайте я буду рада на них ответить оксенфелда или ленец кого оксенфелда это роман который написан видимо в 1830-е годы там дел происходит во время наполеоновской войны собственно и начинается это все видимо в двенадцатом году а заканчивается видимо в 14 но заграничный поход русской армии там главный герой некий юноша по имени михал живет в местечке он там единственный грамотный ну такая вот характерная сейчас я куда такая характерная просветительская риторика он человек образованный поскольку умеет читать по-русски в частности он может например прочитать то что написано на железнодорожном билете или на лотерейном билете и его все значит страшно уважают но однажды но естественно он приобретает себе недоброжелателей и вот его значит ловит за тем что он ел в пост десятого тв это у него к тому моменту успевает завязаться роман с одной барышней и в общем когда его изгоняют из этого местечка из местечка таинственным образом исчезает и барышня и дальше этот вот молодой человек михал пристраиваются в русскую армию снабженцем маркетантом и там он попадает под начало какого-то очень хорошего сначала еврейского просвещенного человека а потом этот еврейский просвещенный человек передает его так сказать с рук на руки кому-то русскому человеку русский человек имеет очень смешную смешную фамилию и отчество видимо явно аксенфелд вот сидела придумывал как его русское имя придумал 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 и его этого русского героя зовут карп семенович хлебов и вот это вот карп семенович хлебов так сказать заканчивает образование нашего героя наш герой сталкивается западной европой с просвещенными евреями, в театр ходит, обсуждает с просвещенными евреями самые разные вещи, судьбы евреев и всё такое. И, в общем, в конце концов он доходит до Пруссии, а потом возвращается в родное местечко. А параллельно в родном местечке возникает новый такой сюжетный виток по поводу исчезновения его невесты. И тут вот антихасийская сатира разворачивается во всю свою ширь, потому что герои идут к цадику, чтобы как-нибудь помолиться за возвращение дочки. Цадик, разумеется, ничего не знает, ничего сделать не может, и он их всех обирает. А ещё там показана такая деградация цадиков. Раньше цадики были какие-то поумнее, и, возможно, они действительно умели творить чудеса. А тот цадик, который нам показывают, это такой деградант, жалкий наследник когда-то великого рода, в частности, он безграмотно даже писать не умеет. Ну, он просто всех там собирает подать, и всё. И помочь он, разумеется, ничем не может. И всё это заканчивается ещё несколькими подобными сценами. Ну, а в конце – хэппи-энд. Там разъясняется ещё несколько сюжетных интриг и так далее. Ну, вот, что довольно важно, по сравнению, например, с Перлом или Эртером, у Аксенфелда, он сам бывший немировский хасид, у Аксенфелда есть не только совершенно отвратительные цадики, но и вполне живые, вызывающие вполне себе какие-то человеческие чувства, сочувствие, симпатию, хасидские персонажи. Да, они, значит, погрязли в заблуждениях, но они вполне живые и симпатичные, и что-то у них такое вот человеческое в жизни происходит. Вопрос про перевод Шолма-Лейхема. Планируются ли новые переводы его произведений? Ну, постоянно выходят какие-то новые переводы его произведений. Самое крупное, что вышло относительно недавно, это в 2013 году в переводе Валерия Дымшица вышло его произведение «Менахом Мендл 2», «Менахом Мендл 2» или «Менахом Мендл «Новые письма». Это, так сказать, сиквел, знаменитого романа Шолма-Лейхем Менахом Мендл. Газетный, так сказать, якобы Менахом Мендл, главный редактор варшавской газеты «Хайнд» предлагает писать регулярно колонку, и он, значит, переписывается со своей женой Шейн Шейндл, и вот этот Менахом Мендл становится корреспондентом, который там переезжает из города в город. В частности, побывал на первом сионистском конгрессе в Базеле, не на первом, извините, извините, на каком-то там из сионистских конгрессов в Базеле, а его жена остается дома, и, так сказать, он отвечает за внешнюю политику, она за внутреннюю. И это текст, который до этого не переводился на русский, вот он переведен впервые. Ну, периодически появляются новые переводы еще каких-то произведений, в том числе тех, которые уже будут переведены, про конкретные издательские планы, которые вот уже включены в какую-то политику издательства, я не знаю, но совершенно точно в ближайшие годы какие-нибудь еще произведения будут переведены. Есть еще какие-нибудь вопросы? Ладно, тогда большое спасибо за внимание, через неделю мы поговорим о просветительской поэзии, а потом поговорим про роман. Единственное, хочу предупредить, следующая наша встреча будет через неделю по расписанию. Спасибо. А насчет времени третьей встречи я пока не знаю. Там в описании курса, по-моему, было написано, что может быть, какого там, 11-12 марта, не помню, какое число среда, а может быть в какой-то другой день. Вот, скорее всего, мы перенесем, но пока точно не знаю. Ну, просто там мне придется отсутствовать три дня, как раз-то выпадет на среду. Спасибо большое. Тогда в следующий раз будем разговаривать про поэзию, я надеюсь, это будет тоже нескучно. Вот, спасибо. Всего доброго.